Добрый день. Сегодня мне хотелось бы дать пояснение на некоторые моменты которые не смогли полностью объяснить предыдущие пользователи которые выкладывали на ютубе инструкции по пользованию данным велокомпьютером SD576A. Тут всего лишь несколько момента разъяснить более полно и понятно для тех кто начинает пользоваться не только этими компьютерами. Все китайцы они какие-то постоянно создают загадки в своих мануалах и прочих. Итак первое что касается никто не может дать четкое понятие зачем вот эта функция. Time up, trip down, trip down. Эти установки сделаны специально для того чтобы вы могли задать какой-то или временной или дистанционный отрезок и отслеживать его по убыванию или соответственно возрастание показателей или дистанции или времени не затрагивая данные каких-то дневной целой поездки. Например вы едете куда-то и вдруг вам вздумалось проверить себя на каком-то отрезке внутри общей дневной поездки. Вы задаете 5 километров и можете параллельно задать, что вы их пройдете за примерно 10 минут. И затем выбирая time up, trip up или time down или trip down соответственно вы отслеживаете данные показатели за сколько вы проходите этот участок или по времени или по расстоянию. Удобно для каких-то тренировочных целей. Вторым камнем преткновения в этом велокомпьютере является функция сброса показаний дневной поездки. Здесь они может быть с точки зрения некоторых ребят, я имею ввиду показания одометра, все привыкли сбрасывать километры. Здесь же сбрасывается, если вот эту функцию one single trip data reset, то здесь понятно, что сбрасываются данные дневной отдельной поездки. То есть время и расстояние. Заодно сбрасывается и дневной пробег, то есть показания distance, dst, dst, другими словами. Может быть это неудобно, но не знаю. Так сделано и сделано. Обнулять не сложно, нажав кнопку set, как написано в инструкции, вот здесь вот на 3 секунды вы обнуляете. При этом основные данные сохраняются. Также хотел бы разъяснить вот функцию, которую никто не может. Freeze Frame Memory. Так называемое замораживание данных памяти, если досудно переводить. Оно необходимо для тех людей, которые ценят свои показатели спортивные именно. Для которых важно зафиксировать и не потерять данные какого-то пройденного отрезка или этапа. Кратковременным нажиманием кнопки up вы замораживаете данные. После чего вы можете доехать до финишного городка или до машины. или неизвестно куда еще, вы можете продолжить двигаться. Но приехав, вы сохраните данные на момент финиша. То есть, другими словами, эта функция удобна на финише. При финише этапа треска у кого как. Короче, кто хоть немножко катается, имеет дело с чем-то. То ли тренировкой, то ли соревнованием. В принципе, вот и все, что хотел сказать. Эти три тонкости, они постоянно как-то муссируются всеми, кто выкладывает в ютубе обзоры этого объема компьютера. Но до конца никто не мог толково в одном месте рассказать. Пользуюсь компьютером уже более года. для любительских целей полностью подходит. Те-то высказывались мнением, что плохая сборка может бояться дождя. Дождя не боится. Разве что там какой-то ливень, как из ведра. Но не знаю, кто такое ездит. Не пробуй просто. Здесь всегда остановка автобусная. Надо еще какое-то укрытие переждать. И клевня. Вот. Еще были нарекания на то, что звук непонятный исходит. То есть звук все просто. Уже кто-то там намекал и объяснял. Это шарик, который позволяет выводить устройство из режима слип. Из режима сна. Немножко неудобно. Тут просто дешево. Надежно для такого класса устройства. Вот в принципе все, что хотел сказать. Разъясняю данные пункты, данные фичи этого велокомпьютера. Спасибо. Всего доброго. statsen. Продолжение следует...